Приветствую вас. Вы пишете, что вам отношения не нужны. Вы пишете, что, значит, вы проявляли инициативу, виделись с ним. Раз в месяц, чаще сами предлагали встретиться, он начал проявлять нежность, вы его отталкивали. То есть у него к вам возникла привязанность. Замечалось, что он ревновал, спрашивал о парнях, с которыми я общаюсь. Да, у него появилось чувство, но эти чувства скорее здесь можно интерпретировать как чувство собственного чувства, а не собственного чувства, потому что, если бы были собственные чувства, то, возможно, мужчина пошел бы более решительно на сближение с вами. Вот. Дальше. Вы его отталкивали. Почему? Я чувствую, что у него ко мне чувства, но он не признается сам и тоже ко мне не пишет, не интересуется. Я полагаю, что это все-таки больше именно чувство собственничества, потому что, если бы у него были чувства к вам или нацелены на лад, он бы их проявлял. При встрече пытается вызвать у меня ревность. Ну, опять же, это перенос ответственности, то есть вы либо ревнуете, либо нет, а человек ревности вас вызвать сам не может. Я не могу понять, играет он мной или у него и вправду чувства. Я полагаю, что у него все-таки больше чувства собственничества, потому что проявление чувств, оно другое. Таким образом, можно сказать, что он вами не играет, но чувства у него обращены на себя через вас, а не на вас. Может, он боится признаться, так как я отталкиваю его? Да, он боится признаться, боится признаться, показывает себя слабым, да. А я просто боюсь влюбиться в него и страдать позже, а для него окажется свет игрой. А почему, Анастасия, у вас влюбленность ассоциируется с страданием? То есть, почему так? Это первое. Второе. С каких пор такие истории, как любовь, влюбленность, происходят по желанию? То есть, это либо происходит, либо нет. То есть, вы либо уже влюбились, и просто скрываете это, не признаете сами себе, либо вы не влюбились, и его не любите, а это просто течет ваше самолюбие. Например, либо, либо вам просто нравится его отношение. То есть, вы привыкли. Но такая история, как боюсь влюбиться, это просто игра слов. Я с ним холодна, может, мне стоит показать свою нервность, тепло быть более мягкой. Как вы сами хотите, Анастасия, это вам решать. Вопрос в том, для чего. Если вы хотите это сделать для мужчины, например, своего, да, ну, не своего, а вот этого мужчины, если вы хотите, вот, то сделайте, конечно. А если вы хотите это сделать для себя, чтобы он как-то отреагировал, отреагировал к вам, чтобы он проявил к вам что-то, то лучше так не поступать. Мне кажется, что вначале вам нужно поработать над вашим страхом близости, который у вас есть, вот, и страхом боли, боли, вот. Возможно, еще уверенности в себе. И после этого, я полагаю, отношения вы будете строить с мужчиной гораздо лучше. Вот. Ну и, насколько искренне вы договорились с мужчиной о свободных отношениях, что между вами только секс? Насколько искренне это было? Ну, насколько вот вы действительно хотели того, о чем пишет, о чем я могу говорить? Что объединяет вас с мужчиной? Объединяет именно. Помимо секса. Что еще? Вот. Вот, мне кажется, нужно в этом направлении вам мыслить. И когда вы разберете все эти аспекты, то вопрос о том, что вам делать, и как быть, решиться сам по себе. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.